Работа Андрея Николаевича Тихонова в обратных задачах в 49-м году. В 43-м даже? Ну, Анатолий Григорьевич это знает больше. И, насколько я понимаю, это все было связано с поиском месторождений, потребностей, практики. Вот эти новые идеи, они говорили сейчас о карлемане, о функции карлемана. Тоже в Красноярске начинал Айзенберг. Он к нам приезжал, потом Шаров Юрий Мухамедович, функции карлемана. У меня вот один вопрос оставался насчет функции карлемана. Для каких наиболее общий результат, для каких областей сейчас? Конечно, если есть функция карлемана, то тогда интегральное уравнение. Вот сейчас эти результаты обобщены до какой степени? Применять можно для произвольной области. Применять можно для произвольной области. Неинтересно, мы потом это обсудим. Сейчас мы просто сейчас это обсуждаем. У нас время дискуссии будет еще. Время подошло, да? А можно поговорить? От клебанов. Я хотел спросить кое-что. Да, Миша, пожалуйста. Во-первых, чисто формальный вопрос. Сегодня вроде должна закончиться конференция, а вы мне поставили доклад на 27-е. Ну, сегодня у нас такое начало. Рабочие. Вот поэтому... Уже пять дней идет вроде бы, нет? Нет, другая. Ай, другая. Дело в том, что мы сначала ставим тех, кто за месяц на сайте. Вот мы их ставим, потому что многие гости... Вот Анатолий Егорович и Гульнарова Аратовна уезжают сегодня. Завтра. Завтра. Поэтому мы ставим тех, кто здесь давно заявился. А это относится и к докладу Ульмана, к докладу Пламена Стефанова, к докладу Бутгейма. Они задолго до начала уже подали заявку. А вот, Миш, поскольку занятка у тебя пришла позабольная, ну, ее, конечно, поставим. Это для нас... Восква на 27-е, на 14 часов. Это удобно на 27-е? Вполне, вполне. Уже поставили. Мы с Максимом договорились. Так что, если неудобно, мы меняем... Удобнее, я сказал, удобнее. С Максимом Александровичем садимся и еще раз... Ну, удобно, удобно, все нормально. Нет проблем. Сколько сейчас времени ВИЧИТа стоит в университете? Норс Кириллай, полдвенадцатого, двадцать с пять минут двенадцатого ночи. Ого, это не работает ВИЧИТа, поскольку он на ВИЧИТа. ВИЧИТа стоит в университете, заработал на САП. Так. А-а-а. Я перепутал. Полдвенадцатого ночи, полдвенадцатого ночи. Я сказал, полдвенадцатого, одиннадцать с тридцать ночи. Да-да-да, полдвенадцатого ночи. У вас летал тоже часовые пояса, я забыл. Да-да-да. Теперь насчет функций Карлемана. Да. Я, правда, применяю другие, но... Значит, они как раз дают глобально сходящиеся методы для коэффициентов обратной задачи. То, чего никогда не было. То есть возможность строить сильно выпуклые функционалы, которые обеспечат сходимость минимайзеров к точным решениям, это за счет функций Карлемана. Да, Михаил Петрович, немножечко камеру поднимите, а то мы только глаза видим. Как лучше? Да, вот, чтобы, да, лицо. Да, я хочу сказать, что возможность строить... Вот это я открыл, консификейшн, то есть когда специально строится функционал, и там вводится к функции Карлемана. И вот оказывается, что при больших значениях там параметра у тебя функционал получается сильно выпуклый. Все, значит, проблема локальных минимумов отпадает, и можно работать. Причем показано численно, что если, значит, его убираешь в функцию Карлемана, то все разваливается к черту. Если убираешь в функцию Карлемана, то все разваливается. А вот если его вводишь, то все хорошо. То есть это такая фундаментальная идея, конечно. Вот мы с интересом послушаем. Нам особенно важно еще... Хотелось бы понять, как апрёрную информацию включать в алгоритм. Вот в ваш алгоритм апрёрную информацию. Какие? Ну никак, там просто добавляешь... Куда? Функционал? Ну, берешь функционал и добавляешь обычный технический член. А, понятно. А, прям никак не... То есть, ты предполагаешь, что тебя минимизируется на некотором шаре. И радиус шара... Ну, грубо говоря, шар. Радиус шара фиксируется. Но он на самом деле никогда... В чистых примерах он не применяется. Просто берешь произвольную точку, тыкнул. Вперед пошел, всегда одно и то же получишь. Ну, что важно. И никакого первого пробуждения не нужно. Вот это очень важно. Причем, вот мы сейчас недавно решили задачу столетия. Это обратно кинематическую задачу сейсмикен, которую Михаил Михайлович много думал, и Владимир Гаврилович Романов там, Ульман там много работ всяких. Но там все теоретически. А мы впервые сделали трехмерный случай. Посчитали. Причем вот этим консификациейшном. Ну, вот Владимир Гаврилович Романов тоже будет рассказывать. У него доклад по акустике. Мы с Владимиром Гавриловичем работаем рука об руку. Это просто не... Хорошо. Потрясающий человек. Потрясающий. Да. Вот, наверное, это и будет в тот день, да? В понедельник. Завтра. После завтра. После завтра подключайтесь. Так, ну что, наверное... Я буду кончить программу после завтрашнего дня. Я ее нет. Коллеги, с программой у нас так. Поскольку много у нас изменений, болезней, отказов, прилетов, новых докладов, вот как, Михаил, новый доклад. Поэтому мы в 10 часов вечера накануне верстаем окончательный вариант и размещаем на сайте. Сергей Ильич, как программа должна быть на сайте? На сайте есть предварительная программа, но изменения могут случиться, к сожалению. Потому что... Максим, пришли мне, пожалуйста, или линк с сайтом пришли. А то я такой невнимательный все выкину. Миша, заходи на сайт института. А там, кстати, трудно найти, да? Да, пришлем, конечно. Все, кто зарегистрировались, получают автоматически. Желаем. Вот. Ну, хорошо. Наверное, мы начнем тогда, потому что вот здесь сейчас мне очень приятно Анатолию Григорьевичу и Голоку передать слово. Прикладные обратные задачи. Ну, я рад приветствовать всех участников очередной школы молодых ученых. Значит, какая у нас по счету? Десятая, что ли, да? Четырнадцатая. Четырнадцатая, да. Ничего себе. Вот мне очень приятно, что я был с организатором этой школы в течение многих лет. Эта традиция замечательная. И школа эта продолжается. Эта школа посвящена девяностолетию выдающегося ученого, одного из основателей теории и методов решения обратных и некорректно поставленных задач Михаила Михайловича Лаврентьева. Ну, тут немножко говорили об истории. Я тоже тогда скажу, что вообще в Советском Союзе считается датой первой публикации по обратным и некорректным поставленным задачам. Публикация, которая была сделана в докладах Академии наук моим учителем Андреем Николаевичем Тихоновым в 1943 году. Эта статья называлась «Об устойчивости обратных задач». Вот в это время Андрей Николаевич семья находился в эвакуации в Казани, но лично принимал участие в поисковых работах в районе города Ишимбай в Башкирии. Искали, конечно, нефть. Это очень важное дело было и в годы Великой Отечественной войны. Ну, и сейчас вы знаете, что нефть – это очень важное дело для развития России. Ну, и начиная с этой работы, получилось так, что следующие очень мощные публикации были сделаны Михаилом Михайловичем Лаврентьевым в 1962 году. Он выписал монографию, посвященную обратному некорректно поставленному задачам. Ну, и к этой работе присоединился Валентин Константинович Иванов из Екатеринбурга. Ну, и с тех пор в России существует три основных центра. Это Москва, Новосибирск и Екатеринбург. Ну, и наши учителя очень дружили между собой. Мы помогали друг другу. И эти дружеские отношения, конечно, сохранились у нас и сейчас. Мы работаем в тесном контакте с Сергеем Ивановичем и Владимиром Васильевичем Вайсим из Екатеринбурга. Ну, вспоминая наши добрые отношения с Михаилом Михайловичем Лаврентьевым, я хотел бы показать вот следующий слайд, пожалуйста, Большой. Вот очень хорошая фотография, когда мы отмечали 70-летие Михаила Михайловича Лаврентьева, то конференция началась в Новосибирске, потом мы перелетели в Ханты-Мансийск и там плавали на корабле, летали на вертолете на остров и имели замечательное удовольствие общаться с Михаилом Михайловичем и его супругой Инна Михайловна. Ну, рассказать, что Михаил Михайлович был не только выдающимся ученым, он был замечательным человеком, с которым всегда было приятно и обсудить любые проблемы. Ну и Михаил Михайлович на самом деле обладал очень замечательным качеством. Он, будучи выдающимся ученым, великим ученым, он, тем не менее, был очень внимателен к мнениям других своих коллег, но, в частности, перед тем, как выносить на защиту докторские диссертации у себя на Совете в Новосибирске, у него была обычная практика, он все-таки просил кандидатов доктора слетать в Екатеринбург, к Васину, и в Москву на мой семинар, после чего мы сообщали Михаил Михайловича наше мнение, ну, я прилетал в Новосибирск компонировать по просьбе Михаила Михайловича. Ну вот, ну, это на самом деле был во всех отношениях выдающийся человек. Сегодня же мой доклад называется «Слишком общо. Прикладные обратные задачи». Ну, из-за того, что времени у меня на самом деле не так много, я собирался рассказать две задачи, которые решаются моей группой на Школском государственном университете. Но, скорее всего, я успею рассказать только об одной задаче. Этот доклад я делал и на только что прошедшей конференции по обратным и некорректно поставленным задачам и на морщиковских чтениях. Это, на мой взгляд, задача очень важная. Можно ли я? Задача очень важная. Я сейчас расскажу. Эта задача посвящена на развитие методов магнитометрии, развитие методов магнитометрии. Ну и могу сказать, что вот только-только мы получили грант Российского научного фонда совместно с Государственным фондом Министерства наук Китая на совместное решение задачи гравиметрии и магнитометрии. Ну, по поводу гравиметрии, я сразу могу сказать, что вот первая статья Андрея Николаевича Тихонова 43-го года была посвящена не только формулировке методов решения некорректных задач на компактах, но и в качестве приложения была задача гравиметрии. Ну вот мы пока развивали методы магнитометрии, сейчас мы попытаемся создать методы решения задач совместных обработки геофизических данных магнитометрии и кровиметрии. Значит, чем, что произошло за последнее время? Ну, могу сказать, что, конечно, интенсивно развивается и теория, и методы решения некорректно поставленных задач, но самое главное, что появились очень мощные компьютеры, то есть сейчас появилась возможность решать задачи о методах решения, о которых нельзя было даже думать, ну и тогда, когда разрабатывалась теория некорректно поставленных задач, и даже в 70-е, 80-е годы, потому что не было, конечно, ни параллельных компьютеров, не было суперкомпьютеров, а сейчас появилась возможность решать многомерные задачи, ну, понятно, что геофизика, но она, по крайней мере, трехмерна, а если учитывать время, то четвертмерна, такие задачи числено, конечно, раньше решать было нельзя, ну вот здесь представлен телекиев, который решал эту задачу, это мой аспирант Игорь Кулатов, который сейчас подготовил диссертацию по этой тематике, Дима Лукьяненко, который защитил давно уже кандидатскую диссертацию по нашим совместным работам в Сингапуре, о которых я скажу, Ирна Степанова, главный научный сотрудник Института физики земли, который очень долго работал вместе с академиком Страховым, ну, и наш китайский коллега Янфэй Ван, с которым мы очень давно сотрудничаем, выпустили, по крайней мере, две монографии на китайском языке, вот эти, провели энное количество конференций, ну, к сожалению, в этом году конференция была в Шенчжене, но я смог принять участие только в онлайн, и совместно с ним мы получили вот этот новый грант, а до этого мы шесть раз выигрывали гранты РФФИ, Государственный фонд естественных наук Китая. В чем состоит задача? Ну, задача состоит в следующем, надо по результатам измерения магнитного поля на магнитных сенсорах восстановить распределение источников магнитного поля где-то, а где я сейчас скажу. Ну, в качестве модели мы начали работать, заниматься этой задачей совместно с сингапурскими учеными, предложено было использовать в качестве модели источника магнитного поля магнитный диполь. Ну, тогда вот это выражение для поля, которое генерирует магнитный диполь, если же их источники заполняют некоторую область, ну, тогда надо использовать плотность распределения вот этих диполей, и мы получаем сразу интегральное уравнение Шиттгольма первого рода, слева, в левой части стоит измеренное магнитное поле, это трехмерная вектор функция, а под интегралом стоит тоже трехмерная вектор функция, трехмерная вектор функция, которую нужно определить. Значит, это вот написано ядро интегрального уравнения, ну, и понятно, что для решения этой задачи, если решать ее как трехмерную, конечно, нужно использовать вычислительные мощности современных суперкомпьютеров. Ну, немножко поговорим по этому поводу. Значит, здесь вот постановка задачи, решение этой задачи, если не использовать суперкомпьютеры, конечно, требовало использовать существенные упрощения. Какие упрощения использовались? Это показано, с чего мы начинали. Начинали мы с обработки возможных измерений кораблей, которые входили бы в Сингапурский порт. Известно, что Сингапурский порт это крупнейший порт Восточной Азии, и наши сингапурские коллеги хотели создать систему, поместить магнитные сенсоры на входе, и дальше измерять в итоге магнитное поле корабля, для того, чтобы магнитное поле корабля потом убирать, из-за того, что если есть корабль намагничен, то к нему могут липнуть магнитные мины, например, и проблемы безопасности, которые волновали, кстати, наших выдающихся ученых в период Великой Отечественной войны, тоже были работы, как с помощью катушек с током, подавить магнитное поле тех же кораблей, чтобы не липли к ним мины, волновали и наших сингапурских коллег. к сожалению, методом мы разработали, магнитные сенсоры пока не поставлены, но тем не менее, что получилось дальше, я скажу. Значит, вот корабль движется, можно проводить измерения, стоит решетка сенсоров, упрощения какие? Если корабль поделить на части, получается просто система линейных алгебраических уравнений, система линейных алгебраических уравнений. Если форма корабля аппроксимируется как-то плоскостью, липсоидом половинкой, то можно задачи тоже упрощать, тоже упрощать. Но это, конечно, либо одномерная, либо двумерная задача, но в общем бете, задача имеет следующий вид. Если форма корабля неизвестна, ну, всегда примерно известен объем, в который корабль помещается, в этом объеме можно ввести сетку, можно ввести сетку и решать интегральное уравнение, вот это очень сложно эти вычисления. Вот здесь показан пример расчета, указано количество точек, ну, как видите, довольно большое количество точек, и надо находить трехмерный вектор функций, трехмерный вектор функций. Ну, этот расчет, конечно, без распараллеливания проводить нельзя, поэтому здесь есть несколько слайдов, которые я опущу, это как использовать параллельные компьютеры, ну, могу сказать только, что, конечно, распараллеливание это дело искусства. Вот в свое время Валентин Васильевич Воеводин, создатель, так сказать, нашей вычислительной линейной алгебры, сейчас академик Твертышников, его ученик и последователь, Валентин Васильевич, с которым у нас были очень хорошие научные контакты, он выступал и у меня на семинаре неоднократно, вот он говорил, конечно, что распараллеливание это искусство, то есть надо анализировать задачи и смотреть, как ее можно распараллелить, не надеясь на то, что какие-то программные средства, программные средства, помощники, они есть критерии, так называемый закон Амдала, который позволяет оценить эффективность распараллеливания можно по результатам распараллеливания посмотреть, какой результат, ну вот здесь будет показано, как решалось это уравнение, видите, трехмерное уравнение, здесь в качестве объема это параллелепепет использовался, трехмерный, ну и вот функционал Тихонова, ну а распараллеливание как достигалось, как видите, и функционале после конечно-разностной аппроксимации появляется большое количество разных сумм, вот далее, если считать градиент, то тоже есть много разных сумм, и вот это суммирование, суммирование можно разносить на разные процессоры, на разные процессоры, вот Дима Лукьянин как раз занимался тем, что придумал алгоритм, как вот эти суммы распараллелить, тут есть некоторые его вот идеи, как это делать, ну, у меня нет времени, я не хотел пообъяснять детали, более того, хочу сказать сразу, что если у кого-то из участников школы появится желание подробно почитать, то мы всегда готовы прислать публикации, потому что доклад всегда это только информация о том, что кто-то что-то сделал, а не детальное объяснение, как это делать, это конечно нельзя сделать ни за 30 минут, ни за несколько часов, это всегда требует внимательного изучения, значит, закон Амдала был проверен, оказалось, что эффективность, ну, это тоже как распараллеливать, оказалось, что эффективность близка к единице, ну, вот пример расчета, у наших сингапурских коллег, они, вы знаете, что в английском языке есть два слова, моделин и симуляйшн, то есть моделирование, у них было как раз естественное моделирование, у них был корабль, на котором можно было проводить эксперименты, значит, у них вместо математического моделирования в виде вычисления формул, они на самом деле было бы моделирование с помощью корабля, ну, вот их корабль, он был не очень большой, вот как раз восстанавливался, мы могли получить магнитное изображение корабля, но расчет требовал много времени, на тогдашних суперкомпьютерах это занимало чуть ли не сутки, так сказать, расчет трехмерного изображения корабля, для 67 тысяч с лишним точек сетки, 67 тысяч с лишним точек сетки, ну, и далее когда мы закончили работу сингапурскими коллегами, наши китайские коллеги сказали, что давайте мы будем применять ваши результаты применять геофизики, потому что можно используя эти методы искать намагниченные объекты под землей, ну, и оказывается, они разработали прибор, который позволяет измерять не только магнитную индукцию объектов, но также ее производные, то есть в этом случае можно было получить систему уже интегральных уравнений относительно той же неизвестной функции распределения плотности магнитных дипломов. Это модель, когда предлагается использовать линейную зависимость производных магнитного поля, отсутствие источника, отсутствие вихрей. Из семи получается пять только линейных независимых производных, и в этом случае получается уже еще более сложное интегральное уравнение относительно той же плотности распределения дипломов. Значит, были разработаны численные методы, конечно, для решения этой модели, и на модельных примерах было показано, что использование данных о производных магнитного поля позволяет более точно восстанавливать распределение магнитного поля для подземных объектов. Вот два слова о постановке такой задачи. Ну и техника решения была стандартная, мы использовали функционал Тихонова с выбором параметра экоизации по обобщенному принципу невязки, и для минимизации функционала использовался метод сопряженных градиентов. Ну и тут Дима Лукьяненко, который уже уехал, делал доклад на конференции, он рассказывал о том, как учитывать ошибки округления, потому что получается система большой размерности и в процессе минимизации применения метода сопряженных градиентов надо учитывать ошибки округления. Дима ссылался на работу Николая Николаевича Калиткина, который предлагал некоторые подходы. Вот Дима сейчас даже сделал комплекс программ, который позволяет это учитывать. И эта статья опубликована в Open Access в журнале Алгоритмы, ее легко можно посмотреть. Ну и это результаты тестовых расчетов, сравнения разных подходов. Я тоже не собираюсь объяснять детали. А вот наши китайские партнеры с прибором, который они сделали, сквид, ходят по острову, где имеются как раз магничные объекты. Ну и Карфинат его острова они нам не сообщали, потому что это, как у геофизиков, не принято раскрывать. А для того, чтобы вот этот прибор, это тоже прибор на вертолете, чтобы получать все-таки объемные изображения, надо измерять на разных высотах. Поэтому не только по земле нужно возить этот прибор, но надо, чтобы он еще полетал на вертолете. Вот результаты обработки экспериментальных данных с помощью а потом нам геофизики на самом деле очень верно заметили, что на самом деле магнитные объекты, которые под землей находятся, они сами не являются источниками магнитного поля, они намагничиваются магнитным полем Земли. Поэтому если мы знаем направление магнитного поля Земли в данной части Земли, где производится измерение, то на самом деле неизвестной является функция, которая называется магнитной восприимчивостью. Это функция, трехмерная функция, но скалярная. Ну и в итоге получается очень большая система интегральных равновидений, но относительно одной скалярной функции трех перемен. Вот как раз после этого были разработаны методы решения вот этой системы для отыскания вот этой магнитного восприимчивости. Это вернусь. Вот в таком виде задача скорее всего будет решаться вот этом нашем гранте с китайцами, но где будет использованы гравиметрические магнитометрические данные. Пока есть некоторые предложения, как это делать, но у нас на грант выделяется три года. Я думаю, что за три года нам удастся разработать метод решения. Кстати, это тематика тематика это бигдейта, очень модное обновление, большие данные, а данные здесь на самом деле, видите, если решать, даже решать интегральное выравнение, там точек много, значит, это большие данные. Потом большие данные это экспериментальная информация и магнитометрические гравиметрические измерения. Ну и наши китайские партнеры, конечно, вставили в грант, конечно, вставили искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Я вспоминаю 70-е годы, 80-е годы, когда мы тоже немножко обсуждали, как решать обратные задачи геофизики, тогда искусственный интеллект реализовывался следующим простым образом. были так называемые палетки. Ну что такое палетка? Это до слабых компьютеров, которые тогда были, решались прямые задачи. Получалось изображение примерно для какого-то распределения гравитационных масс. Их отклик на поверхности Земли измерялось ускорение свободного падения, как он меняется. Ну а брались типичные распределения, а дальше искусственный интеллект переходил в человеческий интеллект. Брались эти палетки и смотрели. Вот результаты измерений на что похожи. На что похожи. Ну и после этого делался вывод, что под землей находятся именно такие массы и так далее. Сейчас это делается уже не с помощью включения человеческого интеллекта. По сути предлагается делать абсолютно то же самое, но только определять на что похоже. Это будет уже нейронная сеть, которая даст нам примерное распределение гравитационных магнитных масс. Хочу сразу предупредить участников школы, что никакие нейронные сети не могут заменить математик. Перед тем, как создавать нейронную сеть, надо брать математическую модель, обычно математическая модель это все-таки система уравнений в частных производных или интегральных уравнений. Надо исследовать теоремы существования единственности и понимать, что нейронная сеть это, конечно, метод подбора, метод подбора, который прекрасно сработает, если ответ совпадает с тем, что вложено в обучающую выборку. Потому что иногда есть желание заменять математику просто использованием нейронных сетей это огромнейшая ошибка. Надеюсь, что после участия в школе участники школы будут читать учебники по некорректным задачам, которые в России были выпущены как раз тремя основными школами, тремя основными школами. Это учебники, ну, начнут с Новосибирска, это учебники Сергея Игоревича Кабанихина, Сергей Игоревич выпустил, Владимира Гавриловича Романова, Владимира Гавриловича Романова, ну, и не буду говорить о классиках, еще Михаил Михайлович Лаврентьев писал замечательные книги. В Екатеринбурге это, конечно, книги Иванов, Вася Антонана, замечательные учебные, Вася Нагеев, Вася Нагеев это некорректные задачи за приводной информацией. Владимир Васин три года назад выпустил свою книгу очень хорошую. Ну, и не буду тоже слишком расхваливать нас, но наши книги из Тихонова, Гончарского, Степанова и я численные методы решения некорректных задач, она очень цитирована через Ресетч Гэйт, я каждый день получаю, что там два-три человека в мире процитировали эту книжку, это, конечно, очень здорово. Кстати, первый вариант этой книги, первый вариант назывался «Регулизирующие алгоритмы и априорная информация». Вот, поэтому понятие априорной информации в названии появилось у нас тоже в нашей книге чуть раньше, чем в книжке Вася Нагеев. Ну, это понятно, что мы занимаемся одним и тем же идеей, Владимир Васильевич Васина, использование феевских одображений для учета приорной информации, конечно, это замечательная идея, но у нас были немножко другие подходы, о которых Владимир Васильевич говорил, это решение на компактах, решение на компактах. Ну, есть еще книжки, есть мой учебник «Обратные задачи с приложением геофизики», очень простой учебник, который, кстати, и на китайском языке, сейчас используется в обучении в Китае. Ну вот, а теперь у меня осталось пара минут, что было дальше. А дальше, ну, данные геофизику, кстати, получить непросто, они не очень делятся данными, зато очень легко найти данные спутниковых измерений, американских миссий, которые летают вокруг ближайших планет. Ну вот, здесь Мейнон, миссия, которая металла вокруг Марса, измеряла магнитное поле, правда, не вектор, а модуль. И, применяя наши методы, можно было получить магнитный портрет Марса, магнитный портрет Марса. То же самое было сделано для Меркурия, здесь тоже американская миссия «Мессенджер», данные есть в открытом доступе в интернете. Степанова эти данные вытащила из интернета, и мы смогли их обработать. И были опубликованы две статьи, которые тоже в Open Access по поводу магнитных портретов Марса и Меркурия. Эти статьи, если желающие хотят получить, я с удовольствием их пришлю, но они или пришли ссылка, они в Open Access эти статьи. Вот, пожалуй, работа продолжается, поскольку у меня времени уже не осталось, осталось две минуты на короткий вопрос. Вот, публикация, три публикации, публикации Меркурия я забыл вставить, еще по поводу Меркурия тоже есть публикация. Ну и, пожалуй, все. Большое спасибо за внимание, я готов ответить на вопросы. Уважаемые коллеги, какие будут вопросы от Анатолия Григорьевич? Может быть, вопросы есть из ума? Анатолий Григорьевич, у меня вопрос следующий. Я правильно понимаю, что в задачах геофизики, которые вы решали, там получались переопределенные системы? Конечно, они переопределенные системы, но если модель правильная, то они совместные. Если модель правильная, то есть, но с моей точки зрения, используемые любой дополнительной информацией, это всегда огромный плюс. То есть, можно, конечно, выбросить вот эти данные по поводу, это называется тенсорная модель, когда еще производная, так сказать, но при этом, конечно, будет хуже только, потому что любая дополнительная информация, она позволяет улучшить качество решения. Вот, но и по поводу использования априорной информации, здесь априорная информация будет использована только в неотрицательности решения, то есть, конечно, можно использовать методы минимизации, скажем, с помощью метода проекции сопряженных градиентов. Эти программы вот Игорь Полотов тоже делал, вот, потому что какие-либо другие априорные ограничения на самом деле пока еще не вводились, хотя можно подумать. Вот априорные ограничения, скажем, для магнитной восприимчивости, для парамагнитиков она меньше равна единице, поэтому можно такие ограничения и сверху, и снизу поставить, и так далее. Спасибо. Так, можно комментарий от Клебанов, нет? Анатолий Григорьевич, от Клебанов, можно комментарий? Привет! Ты меня видишь? Я же вижу, конечно. Слушай, во-первых, есть один комментарий, мне очень понравилось твое заявление насчет палеток и вот этой нейронных сетей, потому что здесь сейчас совершенно с ума сброса, абсолютное, считаю, что нейронные сети, это вот, так сказать, палочкой-выручалочкой, берешь задачу, думать не надо, раз, решил, все хорошо. На самом деле, конечно, все плохо, но все, кто за эти деньги получает, все хорошо. У меня вот один знакомый, молодой парень, очень хороший, кстати, получал хороший результат, потом говорит, ребят, мне на работу надо выстраиваться, поэтому я нейронные сети включил. А моя аспирантка вот не включила, ее как не вызывает на работу. Сумасшествие какое-то. Ну, это вот, вы правильно заметили. А второй вопрос у меня вот какой. А вот эти вот ваши, конечно, очень хорошие результаты, безусловно, очень впечатляющие. А там берете модель через интегральное уравнение, а вот дифференциальную систему нельзя там выписать, ничего. Работа продолжается, и мы работаем в тесном контакте с геофизиками, потому что поэтому модель, когда магнитное поле генерируется с этих полями, это, так сказать, это предложение со стороны геофизиков, Ну, сейчас очень важный вопрос, это при обработке магнитных данных от планет, как отделить магнитное поле, которое находится в глубине, от магнитного поля, которое находится по полю. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо! Геофизиков есть идея, и более того, сейчас мы немножко тормознули нашу статью по поводу изображения Меркурия, но притормозили мы ее с 1 января по правилам РНФ, который хорошо знает, что по правилам РНФ статьи не засчитываются, если не сданы в печать, до начала гранта. Поэтому статья будет сдана, и там уже будут некоторые идеи, предложенные геофизиком, о том, как разделить магнитные полеты. А там коэффициент возникает. Там наверняка надо какое-то дифференциальное уравнение или систему, и коэффициент найти. А к тому, что тогда мои методы хорошо работают, я не знаю, что делать с интегральными уравнениями, но с дифференциальным уравнением очень даже здорово получается. Ну ладно, я должен заканчивать. Коллеги, давайте поблагодарим еще раз Анатолия Григорьевича. И следующий доклад Ваше спасибо за приглашение на конференцию. Гуля, это Кребанов, привет! Ну, несколько слов об истории вопроса, так скажем. Я работаю в лаборатории молекулярной спектроскопии кафедры физической химии Московского государственного университета. Лаборатория эта была создана в конце сороковых годов. Надо сказать, что уже во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе разворачивались работы по подготовке, так скажем, космической программы. И там вставал ряд вопросов, в которых необходимо было участие химиков. И поэтому химический факультет МГУ принимал довольно активное участие в этих работах. В частности, вот лаборатория молекулярной спектроскопии, в которой работала я, она формально была образована в 1949 году, но фактически она появилась как группа спектроскопистов на кафедре физической химии раньше. Она была активно включена в работу по созданию компонентов ракетного топлива, которые, так сказать, нужно было предсказать их термодинамические характеристики и, так сказать, предложить какие-то составы. И участвовала в разработке материалов для обшивки космических кораблей, потому что, как вы понимаете, когда корабль взлетает, очень высокие температуры, и необходимы были специальные сплавы, которые выдерживали бы эти температуры. И вот эти работы уже в какой-то степени таким хвостом продолжались тогда, когда я пришла дипломницей на химический факультет, потому что основные результаты, которые были необходимы на тот момент, они уже были получены и реализованы направше, так скажем. А я работала в группе колебательной спектроскопии. Это такой рутинный метод считается в молекулярной спектроскопии. Включают в себя два изучения двух видов спектров. Это спектр инфракрасного поглощения и спектр комбинационного рассеяния. Спектры инфракрасного поглощения начали изучаться в самом начале XX века. Первые спектрометры были созданы в это время. И к началу Первой мировой войны уже были исследованы порядка трех тысяч соединений, в основном связанные тоже с применениями в оборонных военных целях, так скажем. А метод комбинационного рассеяния, как вы хорошо помните, был открыт в 1926 году. И открытие этого метода связывают с печальным результатом для Советского Союза, потому что Нобелевская премия за открытие этого эффекта ускользнула от наших ученых. Потому что одновременно с нами работал индийский ученый Раман. И одновременно результаты были получены группой советских ученых и Раманом. Но Раман после получения первых спектров о своих результатах отправил статью в журнал «Нэйча» телеграммой. Это единственный случай в истории, ну, по крайней мере, спектроскопии, когда статья отправлялась в форме телеграммы. Она включала в себя порядка ста слов. Я сейчас точно не помню, 105, 106. Текст этот есть. А наши ученые, они написали статью фундаментальную, обстоятельную. Работали в ужасных условиях, потому что начало 1925-1926 год. Не было, так сказать, ни оборудования толком, ни материалов. Они скупали в ювелирных лавках кварцевые печатки, которыми пользовались купцы в дореволюционной России для того, чтобы получить чистый кварц, потому что им нужен был кварц для спектральных экспериментов. И вот эта статья пришла в «Нэйча» с опозданием на 2 месяца. То есть Раман опередил нас на 2 месяца, хотя результаты были получены у нас даже несколько раньше. Ну, соответственно, Раман получил Нобелевскую премию. От нас Нобелевская премия ушла. Но потом советское правительство просило Рамана, сделало его почетным членом Академии наук нашей благодетельств. Он посещал Советский Союз. Ну, вот эти два метода – и таспетроскопия, и комбинационного рассеяния – это основные методы, которые используются в нашей области. И при обработке данных этих методов возникают, соответственно, прямые и обратные задачи. Вот эта стандартная схема, так сказать, которую изображает спектральный эксперимент, и те прямые и обратные задачи, которые возникают в процессе этого эксперимента. Ну, прямая задача – это получение спектра фактически. Мы снимаем частоты из экспериментальных спектров. Обратная задача, которая возникает в этой науке – это определение внутренних параметров молекулы, которые определяют эти частоты. Внутренними параметрами являются так называемые силовые поля молекулы – это вторые производные потенциальные энергии по выбранным координатам и набор силовых постоянных. Вот определение этих силовых постоянных и есть обратная задача. Ну, вот это вот пример двух соединений, которые, как вы видите, имеют очень близкое строение. Они отличаются только центральным фрагментом. В одном случае это аминная группа НН, а в другом случае это группа гидроксильная СОН. И когда исследуются соединения, то вот решаются обычно, пытаются найти ответы на следующие вопросы. Какова устойчивая конформация молекулы, каковы структурные спектральные признаки ее стабильности, ну и каковы силы, каковы наборы силовых постоянных, описывающие колебательные спектры этих молекул. Ну, это известные данные. Это и КАЭ-спектры, и КАЭ-спектры – это методы неразрушающего контроля, и тем самым они являются очень важными, в общем-то, при исследовании объектов, которые образуют живую природу. И эти методы, в общем-то, в настоящее время используются в самых разнообразных областях нашей жизни – и в медицине, и в биологии, и в пищевой промышленности и так далее. Ну, вот если вернуться к этим двум объектам, которые я вам показывала, вы видите, что на этом спектре представлены инфракрасные спектры обоих соединений, и, несмотря на то, что соединения очень похожи по своей структуре, спектры достаточно разные, то есть есть области, по которым их можно различить. Это важно в спектроскопе, потому что это дает возможность идентификации этих соединений. В целом, когда мы начинаем обрабатывать экспериментальные данные любого метода, вот происходит процесс, который сейчас называется data processing, но раньше мы это называли интерпретацией спектров, и вот он включает в себя ряд шагов, которые необходимо выполнить. Но это все делается в колебательной спектроскопии. И при анализе спектра колебательных широко используется такое понятие, как групповые или характеристические частоты. Вот некоторые функциональные группы, не все, но некоторые, они имеют очень ярко выреженные такие области расположения основных частот колебаний. Ну вот здесь вот показывают пропионитрин, и показаны некоторые полосы колебаний, которые могут быть использованы в качестве таких маркеров для того, чтобы идентифицировать это соединение. В результате анализа интерпретации колебательных спектров создаются такие таблицы характеристических частот поглощения. Для различных функциональных групп, которые есть в молекулах, есть большие тома с этими характеристическими частотами, которые, как правило, используют в заводских лабораториях для того, чтобы анализировать составы веществ, которые в реакционной смеси находятся, или те, которые получаются на выходе реакции и так далее. Есть только одна проблема, что когда мы снимаем колебательный спектр любого соединения, к сожалению, спектрометр нам не выписывает, что вот эта полоса относится к такой функциональной группе, а лежащая рядом полоса относится к какому-то другому фрагменту молекулы. Поэтому необходима некая схема интерпретации того, что мы видим в эксперименте. Для этого были предложены в свое время различные модели. Разработка этих моделей началась еще в 30-е годы. Все, конечно, тогда было в достаточно зачаточном состоянии. Ну, вот такая статья, которую я обнаружила, статья 30-го года, она была в физио-ревью опубликована очень известным ученым Кеттерлингом. И он использовал действительно такую механическую модель, которую создал для того, чтобы интерпретировать спектры некоторых важнейших органических соединений. Ну, он брал металлические шарики, они примерно 10 сантиметров в диаметре были, соединял их пружинками, проволочками, и смотрел дальше, возбуждал возможные колебания с помощью подвода электрического сигнала, возбуждал колебания в этой среде. То есть вот эти пружинки, которые соединяли ядра, они фактически имитировали как бы то, что описывается законом ГУКа, так скажем, жесткой связи между этими ядрами. И, подводя электрический сигнал, он смотрел, какие фрагменты в рамках той или другой модели возбуждаются при соответствующей частоте. Вот видите, для бензола были рассмотрены несколько совершенно разных моделей, и в итоге все-таки Кеттерлинг по результатам этого опыта вот остановился на той модели, которую мы сейчас используем. То есть это шестичленный цикл с одинаковыми связями и имеющий вот такую традиционную для нас форму, которая соответствует тому рисунку, который изображен здесь на рисунке 5, в той структуре. Ну, то же самое он делает для других молекул. Рассматривались, конечно, простейшие системы, это вот замещенные метаны. Для них тоже рассматривались разные структуры, плоские там, с различными двуграмными углами. Но в итоге были предложены также вот модели, которыми фактически пользуются, можно сказать, и в это время. Для молекулы бензола, которые я вам показывала, он сумел идентифицировать ряд колебаний и произвести то, что у нас называется отнесением, assignment этих частот колебаний. Но вставало вопрос, как это подтвердить теоретическим, так сказать, в рамках какой-то теории. Теория колебаний многоатомных молекул, она появилась фактически в конце 30-х, начале 40-х годов. А вот первая как бы публикация по этой тематике появились в 40-е годы, а первые монографии, они появились уже в начале 50-х годов. То есть это был такой довольно длинный путь. Ну, основное уравнение, которое описывает частоты колебаний, вот это уравнение анализа нормальных тайбинат, оно было предложено тремя учеными – Герцбергом, Вильсоном и Ерешевичем. Можно на воду. Извините. Пересос. Спасибо. Ерешевич докторскую диссертацию по этой тематике защитил в 1946 году. Михаил Александрович был известный специалист в своей области, он потом работал долгое время в Белорусской академии наук, в общем-то, и очень много сделал теории полимеров и других соединений. Ну, вот это уравнение, оно позволяет решать, как прямую задачу определения частоты форм нормальных колебаний. Вот то, что здесь изображено вектором L, это то, что в спектроскопии называют формой нормальных колебаний. Это информация, которая позволяет нам описать, какие фрагменты меняются при том или ином колебании. И позволяет решить обратную задачу. То есть, если мы знаем частоты колебаний, то мы пытаемся найти вот элементы матрицы F, это матрица силовых, постоянных матриц, вторых производных потенциальной энергии по выбранной системе, выбранной системе обобщенных координат. Ну, фактически, это как бы закон ГУКа и вот эта вот жесткость пружины. Только для многоатомных молекул эти жесткости пружинок, они представляют из себя матрицу с перекрестными членами. Не только диагональные члены, которые соответствуют непосредственно связанным атомам или не связанным атомам в случае валентных углов, но также и всякие перекрестные члены, которые должны учитываться при расчете. И вообще говоря, вот прямую и обратную задачу, которая возникает при обработке данных телебатной скоростойки, можно суммировать вот в виде одного операторного уравнения, которое представлено внизу слайда. Ну и, соответственно, встает вопрос, а для чего нужно считать вот сейчас эти колебания расчеты, проводить расчет частот колебаний, какова область их применения. Вот, к сожалению, когда спектроскопист снимает, регистрирует какой-то спектр, получает эту развертку спектра, на этой картинке не написано, к какому фрагменту относится та или иная полоса. Если бы это спектрометр выписывал, то эта работа не была нужна. Вот, а эти частоты колебаний для одного и того же фрагмента в разных соединениях, к сожалению, могут гулять в довольно широкой области. Бывают понятия характеристические частоты, когда они как бы сидят в достаточно узкой области. Ну, например, CH-валентное колебание, известное в каком области для разных фрагментов, метильный, метиленовый, ацетиленовый групп. А бывают такие случаи, когда колебания очень сложно различить. Ну, например, вот такие распространенные случаи, как связь одинарная углерод-углерод и связи цехлор. Они могут лежать в достаточно близкой области, различить их довольно трудно. А различить их иногда нужно. Ну, вот поэтому используются расчеты колебаний. И в настоящее время эти расчеты являются неким базисом, который используется для интерпретации колебательных спектров. существуют большие справочники, монографии и так далее. Но бывают случаи, когда мы вообще не можем снять как бы спектр. И, может быть, спектр мы можем снять, но интерпретировать его и детально изучить очень сложно. Скажем, очень высокотемпературные какие-то соединения, дополнительные измерения очень сложные. Поэтому приходится тоже пользоваться рассчитанными данными для того, чтобы интерпретировать эти спектры. И для того, чтобы рассчитать частоты колебаний, нужно знать, соответственно, для данной молекулы вот то, что мы называем силовыми постоянными. Матрицу вторых производных. То есть решить обратную задачу, которая, к сожалению, является некорректно поставленной. и это можно показать, вот скажем, если основное уравнение представить в виде того, что представлено, показано во второй строке, то видно, что матрица F может иметь очень-очень много возможных решений, потому что изменение матрицы вращения C приводит к новой матрице и, соответственно, к новым величинам. И на самом деле это на практике было так, когда для анализа частот и форм нормальных колебаний использовались методы, основанные, ну, в основном, на методе наименьших квадратов, получалось, что для одной и той же системы в разных публикациях получались совершенно разные матрицы. И тут уже нужно было показывать, что вот твой результат, он чем-то лучше другого, хотя матрицы могли быть очень-очень различающиеся. В общем случае, вот эта задача обратное определение матрицы силовых постоянных по экспериментальным частотам, она не отвечает всем трем условиям корректности задачи математической по одному. Она имеет не единственное решение, это решение неустойчивое, и, кроме того, это решение не отвечает свойству разрешенности. Вот пример молекулы воды, для которой рассчитаны наборы силовых постоянных. На верхнем графике молекулы воды это три атома, в простейший случай многоатомные молекулы это матрица три на три симметричная. И из-за того, что эта молекула имеет симметрию С2В, то матрица распадается на две как бы субматрицы, одна второго порядка, одна первого порядка. Соответственно, вот мы получаем для трех силовых постоянных, которые у нас получаются для такой матрицы, это матрица, это силовое постоянное растяжение связи, изменение валентного угла, HOH, и взаимодействие между этими силовыми постоянными, третий элемент матрицы. Вот получается такая область решений, представленная на верхнем графике, и видно, что решений очень много. Вот любая точка, так сказать, выбранная по оси гамма на этом графике, она удовлетворяет решению. То есть можно выбрать решение такое, в котором силовая постоянные связи, OH, она будет больше, чем силовая постоянная валентного угла, как должно быть по идее. Вот там считается, что силовые постоянные, непосредственно связанных ядер, жесткость пружины должна быть больше, чем у несвязанных атомов. А можно получить решение, в котором будет наоборот, жесткость валентного угла будет больше, чем жесткость связи, что в физической картине не отвечает. И получить единственное решение, в принципе, возможность добавить какие-то дополнительные данные. В данном случае использовались данные, полученные из метода газовой электронографии, которая получает структуру молекулы в газовую форму. И, соответственно... Это в ангстреме. Нет. Это вот градусы. Ну, по горизонтали. А силовые постоянные, они миллидиных или денных, на ангстреме лишь сложенные единицы, в зависимости от того, к какому фрагменту это относится. И, в общем случае, вот эту обратную задачу можно представить в виде операторного уравнения нелинейного и с точки зрения математики не очень хорошего. И, соответственно, вот мы в свое время начали общую работу с Анатолом Григорьевичем Неголой и его группой. И первым дипломником, который был в этой работе, был Игорь Викторович Кочиков. Это был последний дипломник Андрей Николаевич Тихонова, как он мне говорил. А я не помню, аспирант он был тоже у Тихонова, да? Да. И был последний аспирант у Андрея Николаевича Тихонова, уже когда защищал кандидатскую диссертацию. Вот с Игорем мы начали эти работы. Первая публикация у нас была в докладах Академии наук, представленная академиками Тихоновым. И мы применили методы теории регуляризации. И вот был предложен регулизирующий алгоритм, основанный на минимизации функционала Тихонова, где основное, конечно, вот это вот был выбор стабилизатора функционала. И матрицу F0 мы выбирали разным образом. Из модельных каких-то соображений, из каких-то близких соединений и так далее. Но это все как бы лежало в русле общих требований теории регуляризации. То есть все экспериментальные данные привлекались. Выбор матрицы F0. Удачный, как мы и называем. Ну, обоснованный, так скажем. Может быть слово «удачный» не очень хорошо. И априорное ограничение. Ну, вот оказалось, что решений, в общем-то, множество. И все равно нужно искать какой-то такой выход, который позволил бы сузить вот эту область возможных решений. Ну, здесь я цитирую классиков. Вот Яшевича, который говорил, что нельзя строго квантово-химически рассчитать все это очень сложно. Нужно сделать какие-то упрощения. Он вообще много внимания уделял таким полуэмпирическим методам, которые позволяют часть таких теоретических параметров заменить полученными из эксперимента. То есть вводил это. Российский известный ученый, это член-корреспондент Академии науклих Александрович Грибов. Он был заведующий кафедрой физики в Темирязевской академии в течение очень многих лет. К сожалению, в прошлом году скончался. Автор тоже многочисленных публикаций. И мы с ним часто пересекались и делали у него разные доклады. И вот нам было предложено в итоге в качестве этой матрицы F0 использовать то, что получается в квантово-химическом расчете. Потому что к настоящему времени квантово-химических расчетов заняли свое устойчивое место в спектроскопе, широко используется. И, в частности, использовали данные, полученные гауссианом, официально, потому что я работала какое-то время в Штатах и, соответственно, имела официальный допуск гауссиана. Я вот здесь специально, но это я для студентов обычно выписываю вот то, что печатается в гауссиане в каждой задаче, что когда вы получаете результаты с помощью гауссиана, вы не можете их использовать для того, чтобы опровергнуть то, что получено гауссианом. То есть нельзя сравнивать результаты, полученные гауссианом, с результатами, полученными другим методом и писать, что гауссиан дает плохие результаты, а наш метод дает хорошие результаты. Условие такое-то. Ну, это вот первая публикация по гауссиану, он начал создаваться в 70-м году, назывался «Гауссиан 70». Последняя версия, которая была выпущена с участием автора вот этой вот публикации, Попла, здесь есть в числе, вот я подчеркнула его фамилию, Попол. Попол получил за создание гауссиана Нобелевскую премию в 1998 году. Это была первая премия по квантовой химии за очень долгий период времени. Вторым с автором, который получил с ним, это Вальтер Конн. Он создал так называемую теорию функционала плотности. Это теория, которая позволила как бы вести некие упрощения в ней эмпирические расчеты. То есть она вводит часть эмпирических параметров в фампо-химические расчеты, за счет чего сильно сокращается время расчета. Сейчас я закончу. Есть несколько минут? Есть. Вот они получили Нобелевскую премию. Попол оставил нам также наследие в виде его предложения о модельной химии. Он вел описание. Он некие принципы квантовых химических расчетов предложил, что теоретик, наверное, это не только к квантовым химикам относится, а вообще ко всем людям, которые занимаются расчетами, в том числе и математикам. То есть нужно рассчитывать то, что может быть измерено. То есть можно сравнить эксперимент-расчет, а не только то, что может быть рассчитано. Следует исследовать системы, которые на самом деле волнуют людей, а не то, что считать дешево как бы. Ну и так далее. Вот разное здесь... И вот когда мы цитируем Гаусиан, вот это вот последние создатели, как бы это список создателей Гаусиана. Это Гаусиан-09, который вышел в 2013 году. И если вы посмотрите, здесь уже нет фамилии Попола, потому что после того, как Попол получил Нобелевскую премию, он разругался с первым автором Фришем, который с ним работал фактически с самого начала, из-за того, что Фриша не включили в число номинантов, так сказать. И Попол покинул Гаусиан, получив там какие-то моральные компенсации за моральные издержки, так сказать, свои, перешел в другой университет и начал создавать новый комплекс программ «Нос-Вест», но, к сожалению, прожил всего один год после этого. Для него это, видимо, было все-таки очень большое потрясение. Но некоторые журналы разрешают ограничиться первой фамилией, а дальше просто пишем «Этол» и все. Потому что невозможно такой список публиковать. Ну, о том, какие бывают методы, я не буду писать, а скажу только о важном, о том, что выбор матрицы F0, стабилизаторе Тихонова для решения нашей обратной задачи, это на самом деле была большая проблема, потому что мы обычно переносили из каких-то близких к построению соединений. А когда появились уже доступные квантово-механические расчеты, то мы решили в качестве матрицы, которая определяет стабилизатор, использовать результаты квантово-химических расчетов. Это оказалась удачной идеей, потому что она позволила получать устойчивое решение. И вот это в общем виде функционал, который у нас получается при решении обратной задачи структурной химии, когда мы включаем дополнительные данные еще, кроме колебательных спектров. Вот омега – это частоты колебательные. Дальше данные, полученные из микроволновых спектров. Вторая часть функционала – это то, что получено из метода газовой электронографии. Там определяется структура молекулы газовой фазы. Третья часть в этом функционале – это то, что включает в себя то, что получается в микроволновой спектроскопии. То есть тоже данные о структурных параметрах. Ну и стабилизатор имеет приближение по матрице силовых постоянных и по структурным параметрам. Ну, разные априорные ограничения можно использовать. Это примеры природных соединений, которые мы исследовали. Ну, вот наша схема, которая отработана, она позволяет, скажем, переходить от простого к сложному. Не буду рассказывать детали. Это, на самом деле, природное соединение. Это гуанин, который в нашем организме образует разные комплексы. Ну, вот можно переходить при расчетах от простого к сложному. Даже квантово-химические расчеты, точные уже от больших систем, затруднены. Можно использовать принцип аддитивности полученных, уточненных квантово-химических полей на первых шагах и дальше рассчитывать уже вот такие более крупные соединения. Ну, вот это вот квадрокомплекс, квадроклекс этого гуанина. Ну, и нами были исследованы также многие производные фуллерена. Я могу только пролистать вот так вот спектры. Это было несколько... Вот фуллерен, он на самом деле многообразен, существует в самых разных формах. У нас были идентифицированы вот такие вот формы фуллерена. И мы также занимаемся биохимическими объектами, в частности, мелатонином. Это гормон цена, как вы знаете. И он имеет разные формы. А в человеческом организме он еще и преобразуется в другие метаболиты тоже, которые обладают таким же свойством. Ну, и вот это пример расчета фуллерена, который относится к так называемым луковичным структурам, потому что в шахтах находят фуллерен, в котором маленький шарик, вот наименьший С60, вставлен в шарик С240, дальше идет сверху еще шарик С960 и так далее. Это вот в такой форме в природе существует фуллерен. Ну, и это наши книги, в которых все было издано. Ну, и последнее, вот с использованием этих методов, которые мы использовали, так сказать, в Азире для расчета силовых постоянных, была создана база данных, которая позволяет… Если мы знаем силовые постоянные, знаем геометрию молекулы и набор частот, то мы можем рассчитать термодинамические функции, которые необходимы, например, для того, чтобы предсказать свойства тех же самых ракетных топливов. Вот это структура базы. И на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, какие будут вопросы? Может быть… Да, пожалуйста. Продолжение следует… Вы вообще… Могите… 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 Которые… Могите… Оказалось, что те задачи, которыми я занимаюсь, ну, в рамках того, что было возможно, это эмпакт, они в математическом плане, в общем, в результате, как там занимаются, там только ребенок. А все-таки точность вот этой спектрограммы по определению и логов? Это будет зависеть от того, с которым наводят экспериментальный рамок. Но, в принципе, можно получить набор слабых ценностей, которые абсолютно точно воспроизводят частоты холебания. Вот абсолютно точно. Но таких маркетингов может быть очень много разум, а если будут одинаково хорошо достраивать молитву. Продолжение следует... Просто сейчас пытаются определить скорость реакции и так далее по взаимному количеству, то есть два вещества, например, реагировать и получать, например, полимилизацию. Да. И смотрят. Ага. Используют. Используют. Ну, тут тогда по... Если это сопровождают по всем инспекторам, то тогда надо смотреть. Да, да, да. Надо смотреть на результирующий результат. И если можно посчитать каким-то образом результат, то смотрят на совпадение, если перейдем к расчету. Не нужно нам ожидать, что будет там, ну, точность совершенно. Но если это лежит в области источники измерения спектра, то сразу нужно сказать от одного до пяти областей. Ну, если это лежит в той области, которая называется область от печатных партий. Там очень много полежаний и много частот. Там, конечно, можно очень внимательно отслеживать. А если это в области, там, часток, которые лежат в отдельных партнерах. Ну, например, всякие партнерные перерывания с водородом. Они будут в особой области лежать. Там важно, чтобы относительно порядка часток воспроизведенных. Задерживают, да? Наверное, да. Если что, можно обсудить потом в парах. Так, уважаемые коллеги, давайте поблагодарим. И следующий доклад у нас профессор Каданова. Спасибо. 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 Всем успеху. Удачи. Спасибо. Спасибо. Уважаемые участники конференции. Еще раз в следующий день. В сегодняшнем нашем докладе, тема нашего доклада – это регуляризация и единственное с решением системы теней и интеллектуальных сравнений Фиттгольма-Стенпеса первого рода жду на независимом предприятия. Удача поставлена Александровичем. Можно погромче? Погромче. Да, можно. Постаньте, пожалуйста. До этого тоже очень много сказано насчет работы Информханца Лаврентьева, Тихонова, Иванова, который дал нам возможность исследовать эту область и развивать по этому направлению и очень многим дал отличие от классического, дало средство изучения некорректных задач и стимулировал интерес к интегральным уравнениям первого рода и имеющим большое прикладное значение. Основные результаты для интегральных уравнений Фиттгольма первого рода были получены Лаврентьевым и регулирующие операторы в смысле Лаврентьева. В работах Лаврентьева, а также получено в области неклассических уравнений Вольтера первого рода, описывающие процессы старения и замены элементарно развивающихся системах. В работах Магнецкого и тоже рассмотрены очень хорошие результаты по поводу интегрального уравнения Вольтера первого и третьего рода. В работах Алта-Сануча и Маналиева рассмотрены… Здесь я могу останавливать именно какие работы сейчас… В работах Алта-Сануча рассмотрена регуляризация единственность и устойчивость к интегральным уравнений Вольтера первого рода и опубликована доклада Академии наук в 1989 году Именалиевым нашим академикам. Также регуляризация единственных совершений систем нелинейных уравнений Вольтера первого и третьего рода, тоже опубликована доклада Академии наук Алта-Сануча и Именалиевым. А также система единения в интегральных уравнений Фридгольма первого рода Алта-Сануча и Осану, Рокхидин и Маналиевым. Доклады Академии наук тоже очень хорошие результаты основывались в работах Махалканчу Лаврентьева, а также очень так развито в многих областях в этих областях. Дальше в работах Алта-Сануча и со мной мы построили регуляризацию и устойчивость, единственность систем нелинейных уравнений Фридгольма первого рода. Это в 2004 году опубликовано в Самарском техническом университете, там тоже доклад сделали мы. Дальше, единственность и решение нелинейных системных интегральных уравнений Фридгольма первого рода с двумя независимыми переменами в различных областях. Там доказаны теоремы действенности, построены реализирующие операторы, получены оценки и исследования системы нелинейных уравнений и опубликованы тоже доклады Академии наук вместе с Асановым и Маналиевым. И опубликовано в работах тоже некоторых журналов, которые цитируемы более достаточно на уровне. Дальше у нас поставлена задача, получены такие результаты Абутасановичем, то есть введен такое понятие, если я могу сейчас более конкретно показать, понятие производной по возрастающей функции введено Асановым в работе в 2001 году опубликовано у нас в журнале, и играет особую роль в исследовании. Это понятие является обобщением обычного понятия производной функции и является обратным оператором для одного класса интеграла стильфиса. На основе понятий такой производной и с помощью метода неотрицательных квадратичных форм и метода неотрицательных преобразований. В наших работах, опубликованных в нескольких журналах, исследованы единения интегрального уравнения стильфиса первого рода и получены некоторые результаты. В данной работе мы вначале рассматриваем регуляризацию и единственность решений систем в нескольких равнений первого рода с двумя независимыми переменными. Эти функции рассматриваются системы уравнений первого вида, где ядро K, T, X, Y, P, H, T, X, Y разлагаются в таком виде втором, третьем. Эти функции — это известные нмерные самосопряженные матричные функции, определенные, соответственно, в следующих областях. А F от T, X — это известная и у от X неизвестный нмерный вектор функции. Здесь мы ведем следующее обозначение. В целом, здесь совокупность всех матриц действующих ВРН обозначена через N и скалярное произведение ВРН и норма. Соответственно, N на N-мерной матрице в следующем виде. Здесь уже все изложены. И здесь мы предполагаем, что ядро K, T, X, Y, V, L2, G, 2, E, где С звезды — это самосопряженная матрица к матрице С. Тогда матричное ядро С от T, X, Y разлагается в ряд в смысле сходимости в норме L2, N, G, квадрат в виде 4. Здесь вот это F, они от нормированная последовательность собственных вектор функций из L2, N, G, и соответствующие ненуливые собственные значения интегрального оператора С, порожденного матричным ядром C, T, X, S, Y. Здесь L2 — это собственные значения, расположенные в порядке убывания их модулей. Здесь идет обозначение, мы обозначим через 5, чтобы доказать следующее теоремо. Здесь, чтобы доказать теоремо, потребуется выполнение следующее условие — это ограничение, которое поставлено и ядром, и этим матричным функциям. Это классический, почти уже классический, потому что в очень многих работах используется этот же метод в работах Аватасануча и в работах его учеников, и в том числе у меня, и в системе, и в уравнениях в двумя и в независимых переменах, но различных областях. Поэтому я не буду так долго останавливаться. И при выполнении этих условий доказывается теоремо — это единственная система данной системы, и единственная постранство F2N, G. Здесь при доказательстве мы в силу условий 2 и 3 пишем систему уравнений в шестом виде. И обе части системы умножаем скалярно на U-Arteitis и интегрируем по области G. Здесь используя, применяя формулу Дрихи и Футина, имеем последний, кстати, формула 8. И каждый из интегралов из этой последней соотношения мы преобразуем, и в конечном счете мы получим следующий результат. Но здесь мы используем формулу Дрихи и Футина после 9. Девятая формула стоит для нас очень используемая формула. Дальше все эти вычисления идут, и здесь, когда мы уже получим 12-я формула, пусть FATX равен 0, тогда, учитывая условия вышесказанные, получим единственность решений, то есть решение UATX, который равен 0. При всех TX уже с этим мы доказывали теорему единственности, и дальше мы в силу вполне непрерывности и самосопряженности оператора С, порожденного матричным ядром SATX и SY, ортономированные последовательными собственных вектор функций, полна V, L2, N, G. И здесь мы посмотрим семейство множества корректностей, в зависимости от параметра альфа, выделим следующим образом. Получается, вот здесь M альфа — это семейство множества корректностей, здесь поставлены ограничения и условия. Дальше, используя неравенство Геолдера, получим такую оценку вида 15. То есть здесь уже мы получили такую оценку, и на основании этого доказана теорема 2. То есть при выполнении условия 1, 3, и когда K, M от альфа принадлежит L2, N, G, образ M альфа при отображении K, тогда решение системы 1 единственное в L2, N, G. И на множество K, M от альфа, оператор K в степени минус 1 обратный K, равномерно непрерывным Геолдеровым показателем, альфа делён на 2 плюс альфа, то есть справедливая оценка 15. Здесь мы получили оценку стойчивости. И здесь мы покажем, что решение системы уравнений в виде 16, где ε больше нуля, это малый параметр, будет регулирующим для системы уравнений 1 на множество M альфа. Здесь мы делаем такую подстановку в системе 15, и получим решение системы, ну, получим следующую 17 формулу. Подстановку делаем. Отсюда обе части системы 17 умножим опять на UART и X скалярная, интегрируем по области G, и учитывая выше формулу 4 и 13, получим следующую. в конечном 18 формула. Здесь мы учитываем, опять применяем неравенство Геолдера и получим следующую оценку. И последнюю могу показать 22-му оценку. Здесь идёт впечатление. И таким образом мы доказывали теорему. теорему. При выполнятии условия 1 и 3 и FART и X принадлежит КМ альфа, тогда спроводил оценку 22, где в ATX и Y это решение системы 17. как Jones clinico на 2018 в gadget Hermit K, таким образом мы доказывали теорему. Это показывали теорему единственности и устойчивости системы линейных интегральных упражнений. Первой родоц Boulderol с двумя независимыми переменными. Следующий у нас это единственныйCE решение систем линейных интегральных упражнений P, з synerg該 Маскестр entry. Здесь я не буду останавливать доказательства, Я хочу просто показать, что идея заключается в том, когда мы уже доказываем единственность Тейгольма-Стильтиса, разница от уравнений первого рода. Здесь рассматривается система уравнений первого вида, также здесь все те же условия и предполагается, что ядро опять разлагается в ряд 4 и здесь ярко-нормированная последовательность собственных вектор функций и собственные значения, расположенные в порядке убывания их модулей. Обозначим через этих формул ядро разделенной ответственности. И здесь мы ведем в данном случае с помощью понятия производные по возрастающей функции методами неотрицательных квадратичных форм, доказывать единственность решений для одного класса, линейных интегральных уравнений с Тейгольма-Стильтиса первого рода с двумя независимыми переменами. Определение производной по возрастающей функции, введенной в Аутасановичем, здесь ведется так, производной по фиат Тейгс функции f от х в точке х. Фиат Тейгольма-Стильтис называется предел отношения превращения функции delta f от х и к превращению функции delta f от х при стремлении превращения аргумента delta х к нулю, если этот предел существует, и это обозначается формулой 6. Нахождение производной функции f от х в фиат Х будет назвать дифференцированием по фиат Х этой функции. Если эта функция f от х в точке х имеет конечную производную по фиат Х, то функция f от х называется дифференцируемой по фиат Х в этой точке. Функция f от х дифференцируема по фиат Х во всех точках. Интервал называется дифференцируемой на фиат Х на АВ. Мы используем это понятие производной по возрастающей функции. И здесь уже видите, где наши основные системы, здесь уже где аргументы, да, в виде функции d фиат Х и так далее. Здесь мы потребуем упадения следующих условий, это все доказано. И здесь мы получим такой результат аналогично первому разделе, который рассматривали интегральное уравнение, систему интегральных уравнений первого рода, вздуманная независимыми переменами. И доказана теорема 3, пусть упадняются условия 1, 2, 3 и 4, тогда решение ват Х единственное в классе f2. Вот мы получили такой результат, я до этого тоже говорила несколько раз. Сейчас мы тоже стараемся хотя бы изучать, где, что используется, и применять теории приложений интегрального уравнения первого рода. Здесь мы остановились в работах Анатолия Григорьевича Явгола и Теханова применения, как применять, а хотя бы изучаем эти. Дальше работа Владимира Васильевича Васина и Хоффмана, что применение этих всех уравнений. А так наши работы, вот вы видите, они все чисто теоретические. В основном, да, хорошие результаты опубликованы в докладе Академии наук, под руководством Ауэта Саныча и Моналиева, и других ученых и учеников. Спасибо. Спасибо. Давайте поблагодарим. Так, уважаемые коллеги, какие будут вопросы? Может быть, из зума есть вопросы? Если вопросов нет, тогда давайте еще раз поговорим профессор Кадена. И у нас сейчас перерыв на обед, поэтому, коллеги, до двух часов, а потом у нас будут три доклада очно. К нам приехали коллеги из Санкт-Петербургского отделения математического института Стеклова, поэтому приходите и участвуйте. И в зуме тоже будет. Ну и все в смешанном формате и трансмированном в том числе. Спасибо. 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 Спасибо.